В Терском районе стартовала ежегодная сезонная акция по выпуску малька атлантического лосося в местной реке. Таким образом, государство о разведении и содержании годовалой особи «Это госзаказ» восполняет популяцию этой важной для местной экосистемы рыбы. Все подробности у Алексея Котовича. Умский рыбоводный завод, исполнитель госзаказа «Все действия сотрудников» во время выпуска малька контролирует специальная комиссия. Деньги государство тратит на восполнение популяции немаленькие. Счет идет на миллионы рублей. У каждого рыбоводного завода у нас есть план по выпуску 187 тысяч. То есть, в принципе, для выполнения в полном объеме нам необходимо выпустить именно это количество молоди. Апрель-май жаркая пора для рыбоводов годовика. Надо доставить через лес в притоке главной местной реки. В некоторых случаях расстояние по 70 километров в одну сторону. Но это финал большой работы. Семку еще ведь надо вырастить. Закладку мы производили еще в 16-м году. В 17-м году она у нас выклинулась из икриночек. И мы весь 17-й год ее выращивали. Зимой мы содержали ее здесь в зимнем цехе. И сейчас вот мы будем ее развозить по всей реке, по нашей Умбе. Для того, чтобы она там дальше доращивалась. И уже на стадии двухлетка-трехлетка она уже спускалась в море на ногу. Рыба пересчитывается вручную, чтобы точно знать, какое количество молоди выпускается. Затем упаковываются в двойные полиэтиленовые мешки. Туда наливается вода, накачивается кислород. Стартуем. Первый выпуск на речушке Низма. Это приток Умбы. Апрель в Заполярье снежный, снег рыхлый. Несколько раз снегоход зарывается. Чтобы добраться до места, приходится попотеть. 12 километров бездорожья позади. В каждом из этих мешков 1800 мальков именно этой умской популяции атлантического лосося. И принципиально важно выпустить их именно в бассейн этой северной реки. В Проталине вырубается лунка. По очереди с большой осторожностью рыбоводы выпускают семгу в воду. Есть надежда, что молоть в ближайшие пару лет сможет избежать и щучьих зубов, и браконьерских сетей. Увы, за последние десятилетия рыбы здесь больше не становится. Да много факторов всяких. И климатические, и браконьерские, и рыбалка, и лицензионка. Это очень важно. Это очень важно для нашей экосистемы. Наблюдая, как рыбоводы выпускают рыбу, какую сделали не труд, я понимаю, что они сегодня мир сделали лучше. Следующая партия отправляется уже подальше, на речку Родвинга. В нее выпустят партию побольше, 24 тысячи. И такая работа продолжится до конца мая. Алексей Котович, Алексей Чернышев, Вести Мурман.